Мы были с Андреем Анатольевичем и Денисом в городе Счастье, который только что освободился, где люди в шоке, они не знают, что делать, потому что карточки пенсионные и еще гривны. Здесь уже, говорится, власть Луганской Народной Республики, люди в отчаянии, мы там на площади, где было огромное количество стариков, женщин, молодых людей, рассказывали о том, что будет происходить. Уходя, нас батальоны заминировали ТЭЦ, огромную ТЭЦ, и город сегодня без света, без тепла, наши саперы работают, разминируют этот объект, который видно как специалистам о том, что в том числе западные минеры делали эти закладки для того, чтобы все это взорвалось. Предстоит огромная работа по восстановлению то, что сейчас разрушают и оставляют после себя украфашисты, они оставляют после себя выжженную землю. И самое главное на сегодняшний день для нашей партии это обеспечить учебный процесс в тех городах, населенных пунктах, которые должны 1 сентября принять детей. Это и литература, это учебники истории, потому что, бывая в этих школах, заходя туда, на всех стенах вывесены портреты Бендеры, Шухевича, фашистские, нацистские лозунги. И детей с первого класса уже готовили на подкорком сознании к нацистской идеологии. И вот 8 лет эти дети впитывали ту неправду, ту грязную информацию, связанную с Россией, с победой нашей Великой Отечественной войны. И сегодня нам будет нелегко за короткое время перевоспитать или восстановить мозги нашим детям, нашей молодежи, которые 8 лет подвергались вот такой психологической обработке. Поэтому Андрей Анатольевич Турчак дал поручение в городах Северодонецке, Лисичанске, которые освобождаются. Сейчас Лисичанск еще не освободился, сейчас идут бои. Но мы уже там планируем открывать кадетские корпуса, кадетские классы для того, чтобы через эту систему патриотического воспитания быстрее вымыть ту грязь, ту накидь, которая сегодня за 8 лет прижилась на этой земле. Ну а те преступления, которые мы видели и я видел своими глазами, когда люди выходили по ночам с того же рубежного набрать воды, потому что несколько дней не было. А снайперы из нас батальона Львов отстреливали стариков, женщин, которые хотели хотя бы кружку воды принести своим родным и близким. Это преступления, которые нельзя оставить без внимания. По ним сегодня работает и прокуратура Луганской Народной Республики, и такая же ситуация в Донецкой Народной Республике. Я уверен в том, что все те преступники, которые сегодня уничтожают мирное население, они будут найдены и будут наказаны. Победа будет за нами.